Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 31 июля, Православная Церковь совершает память преподобного Памвы Пустынника. Преподобный Памва подвязался в Нитрийской пустыне Египта в IV веке. Преподобный Антоний Великий говорил, что преподобный Памва страхом Божиим вселил в себя Духа Святаго. А преподобный Пимен Великий говорил, что три дела мы видели у отца Памвы – голод всякий день, молчание и рукоделие. Преподобный Феодор Студит называл святого Памву высоким в деле и ислове. В начале своего иночества святой Памва услышал стих из 38-го псалма Давида «Сохраню пути моя, еженесогрешатими языком моим». Эти слова глубоко запали в его душу, и он стремился следовать им всегда. Поэтому, когда его о чем-либо спрашивали, он отвечал только после долгого размышления и молитвы, опасаясь сказать что-либо, о чем впоследствии мог бы пожалеть. Святой Памва был образцом трудолюбия для своих учеников. Каждый день он работал до утомления, питался хлебом, заработанным собственным трудом. Учениками преподобного Памвы были великие подвижники – диаскор, впоследствии епископ Ермопольский. Диаскора епископа Ермопольского следует отличать от другого диаскора – ересиарха, патриарха Александрийского, жившего значительно позднее и осужденного Четвертым Вселенским Собором – Аммоний, Евсевий и Ефимий, упоминаемые в житии святителя Иоанна Златоуста. Однажды преподобная Милания, римля ныне, принесла святому Памве большое количество серебра на нужды монастыря, но он не оставил своей работы и даже не взглянул на принесенные деньги. Лишь после усиленных просьб святой Милании он позволил ей отдать принесенную милостыню одному брату для распределения среди бедных монастырей. Святой Памва отличался смирением, но вместе с тем высоко ценил звание инока и учил мирян с почтением относиться к монашествующим, которые чаще беседуют с Богом. Преподобный скончался в возрасте 70 лет. Поведав братья, стоявшие у его смертного одра, о том, к каким добродетелям он стремился в своей жизни, святой Памва сказал, «Однако я отхожу ко Господу так, как будто и не начинал богоугодно и поиночески жить». Так со смирением в сердце и сотрепетом в душе отошел ко Господу великий подвижник, преподобный Памва. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых мученика Емельяна, мученика Иоакинфа Амастрицкого, преподобного Иоанна Многострадального Печерского в Ближних Пещерах, преподобного Памвы Затворника Печерского в Дальних Пещерах. Всех, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаимеництва. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы! Многое вам и благая лето!